Первый доклад у нас посвящен фронтенду. Еще рано? Фронтенд у нас неторопливый, как мы знаем, да? Последнее время стал тяжелым, неподъемным. С докладом «Что неправильно нынче с фронтендом?» Перед нами будет выступать Максим. Максим работает в компании E-PAM. Макс, ты с нами? Да, я здесь, все. Передаю слово Максиму. Спасибо, спасибо. Последние настройки, секундочку. Так, да, как сказали, меня зовут Максим. Я здесь уже не первый раз, второй. Выступал я на прошлом SyncPHP, рассказывал про GraphQL. Мне показалось, что вам было интересно. С тех пор много чего изменилось. Мои джинсы стали уже, мои волосы стали больше. И проблем в моей жизни также стало больше. А все почему? Потому что я фронтенчик. Все меняется, все течет. А фронтенд быстрее всех. И поэтому, как бы я и здесь, поговорим мы о том, что происходит в Джессе сегодня, что в нем происходит плохого, что происходит хорошего. И хочу, чтобы вы сразу поняли, что этот доклад чисто холиварный, чисто, как это, философский. И чтобы вы не ожидали здесь каких-то полезных знаний. Ну, в том плане, что каких-то практических знаний. Я вас предупредил. Пожалуйста, можете пропустить мой доклад, да. Вот. Окей. Итак, что не так? На самом деле много чего не так. И давайте мы подумаем, почему JavaScript заставляет нас писать плохой код. Очень плохой код. И давайте разберем по пунктам. Что плохого? У нас в Джессе слишком много свободы. Кто работал со старым Джессом, кто работал с Джессом до ECMAScript 6, или как его еще называют, ECMAScript 1015, да. Те знают, что вот так вот можно было объявить переменную и вот так вот. И это такой пример, который самый банальный, и который показывает в то же время, насколько все плохо было. Было плохо. Слишком много у нас было архитектурных подходов. Мы могли писать MVC, могли писать MVVM, могли просто нафигачить кода на страничку в HTML, смешать это все, написать онлайн-обработчиков. И все работало. Все было окей. Вот. Мы писали просто на код, скрещивали пальцы и пихали это в продакшн. Monkey или Students' Work, когда мы отдавали слишком много работы по фронтенду фрилансерам. Фрилансеры зачастую были не самого лучшего качества, ребята, как программисты. Может, они как люди хорошие, но программисты были из них не очень, и они писали плохой код. И этот код был архи-сложно поддерживать, его архи-сложно было фиксить. И мы как-то пытались с этим справиться, но у нас не получалось, мы переписывали все заново. И как бы это повторялось вновь и вновь. Наследие ECMAScript 3. Я уже немного сказал о в целом старом JavaScript, но вот еще один пример, который знают почти все, кто работал с JS хоть раз, когда мы превращаем все до массива аргументов в массив и хотим что-то от этого получить. На самом деле ничего страшного, такое устойчивое выражение, можно сказать, в JavaScript. Но, блин, чувак, который придет из другого языка, он посмотрит на это и говорит, что вообще? Что? То есть вообще непонятно, по-моему, что здесь происходит. Поэтому с такими штуками их было очень много в JS. Почему в 2017 мы до сих пор думаем, что у нас что-то не так с фронтендом? Что вообще дает нам эти признаки? Здесь у меня есть видосик, но у нас возникли технические неполадки, поэтому мы просто его посмотрим, но мы его не услышим. Итак, что не так с JavaScript? Массив плюс массив. Что должно быть? Пустой массив. Нет. Ошибка. Нет. У нас получается, давай, пустая строка. Пустая строка и как бы, что вообще? Массив плюс объект. Чего мы ожидаем? Тоже, возможно, ошибка, потому что вроде как это приведение, вернее, сложение разных типов, но это в JavaScript очень просто, и мы получаем объект строка, объект, объект. Объект плюс массив. Ожидаете, наверное, такой же результат, правильно? Но нет, это ноль. JavaScript, привет! Блин, меня, наверное, засудят после этого, потому что это видео другого девелопера, но ладно. Окей. Объект плюс объект. На самом деле это не очень правдиво, потому что я пытался это воспроизвести, но мне не получилось. Серьезно, на всех версиях JS. Нет, это не работает сейчас. Да, но это от автора. Давайте поговорим о JavaScript снова. Итак, массив, новый массив. Интерпретатор JS интерпретирует это, когда выводят в консоль, как запятые. На самом деле это массив из 16 элементов. Join'ем, получаем много раз ватт. Наверное, 15, потому что join'ем 16 элементов. Дальше мы делаем вот такую штуку. Ну, в принципе, логично, по-моему, нет? Так. И сейчас будем вычитать мы из ватт 1. И получаем о неожиданность. Так, так. Парень развлекается. Получаем, на-на-на-на-на-на, Batman. Вот так вот. JS крутой. Да, тут прикольные картинки дальше. Вот. То есть, да, JS, он... Тек, что это? Да. Да, это был знаменитый видосик, кто не видел. Советую посмотреть. Погуглите WhatJS. Там будет в начале прорубий. Я этот чат попытался вырезать. Я просто монтажу, род бога. У меня не очень получилось, на самом деле. Там начинается неправильно. Вот, но неважно. Можете посмотреть. Там много приколюх. На самом деле, видео очень прикольное, забавное. И, в принципе, отчасти оно актуально и сегодня, потому что в JS много своих особенностей. Итак, что еще у нас плохого в JS? Почему мы думаем, что JS в 2017 плохая штука? Ух, чувствую, меня побьют сегодня после этого выступления, потому что большинство из вас здесь бэкэндеры, да? Но на самом деле я не хочу вас обидеть. Я просто говорю, что если вы хотите педалить фронт-энд, вы должны быть не бэкэндерами, а фуллстак разработчиками. И вы должны учить фронт-энд язык, то есть в данном случае это JS, так же, как вы учили свой бэкэнд язык, на котором вы педалите в основное время. Вот, потому что JS – это отдельный независимый язык со своими особенностями. И когда вы говорите, что, боже, JS такой конченый, по сравнению с чем он конченый? По сравнению с вашим языком? Ну, это ваш язык, как бы, да? Вы учите новый язык, принимайте его таким, какой он есть. И то есть вы не должны пинять на язык, вы должны учиться, вы должны, чтобы педалить на каком-то языке, вы должны его перед этим выучить, а не так, что «О, класс, найду у нас такой workflow, решение своей задачи, готово». Нет, так это не работает. Тихо. Ну, сорян. Да, итак, что у нас есть тут, да? Кастумер вам говорит, типа, блин, зачем вообще вам нужен фронт-энд-разработчик? Вы что, не можешь сам напедалить? И вы как бы, конечно, я могу, что я, типа, не пацан, что ли? И педалите, а потом грязь получается, извините. Слишком много маркап-разработчиков, почему последний знак? Потому что, ну, это не разработчики, это маркапщики. То есть чуваки, которые пишут HTML и CSS, ну, блин, HTML и CSS – это не языки программирования вообще, это языки разметки, язык стилей. То есть там нет базовых принципов программирования, там нет каких-то структур программирования, к которым мы привыкли. И они со своим мозгом, который настроен на верстку, то есть я, опять же, не хочу никого бить, просто как бы я говорю как есть, да? То есть они привыкли верстать, они привыкли что-то такое писать и что-то получается. Но в Джейс не так, Джейс нужно понимать, что с ним писать, как и любой другой язык программирования. Блин, вы же не сядете на ассемблере писать после верстки, ну, come on. Вот, ну, может не очень пример, но тем не менее, суть вы уловили. Слишком много так называемых техлит, синер, супер, мега, апер, архитектор, разработчиков, которых там по 90 лет опыта, вот, и которые приходят к тебе и говорят такие, эй, парень, я тут писал на Джейсе пять лет, там, видел шесть команд одновременно, я еще педалил там на Ruby, и Python, и Go, и вообще основной мой Джейс, но ты начинаешь его спрашивать, и в итоге это Джун, ну, в лучшем случае. Ты приводишь ему какой-то пример, спрашиваешь типичный вопрос по Джейсу, который все задают на собеседованиях. Думаю, все знают пример, извините, здесь нет этого кода, забыл добавить, цикла, вернее, сет тайм-аута внутри цикла. Вот, когда у вас там, выводится не то, что нужно из-за того, что замыкание в Джейсе, там, из-за того, что всплытие переменных в Джейсе, вот, ты спрашиваешь, что будет на экране, он, да, вот, он отвечает корректно, но ты спрашиваешь, чувак, объясни, пожалуйста, что, почему так происходит. Он такой, ну, там, я не знаю, там, вот, короче, вот, если LED, то и все, ну, и вот на этом все, как бы. На этом эти 10 лет опыта как-то вот что-то не верится. Дальше. Мы ненавидим то, что мы не понимаем. Я думаю, это чья-то цитата, но я не нашел чья на самом деле. Вот, и да, и многие имеют Джейс, потому что они его не понимают. Вот это видео, которое я перед этим вам показал, это яркий тому пример, когда чувак смеется с Джейса, вот, и он такой, боже, какой же он тупой, это Джейс. Но Джейс не тупой, Джейс особенный, знаете, то есть, извините, немножко политкорректности здесь, да, вот, Джейс, он просто, как бы, у него особые потребности, вот. То есть, нужно к нему подходить с аккуратностью, и нужно понимать, что в нем происходит. Если вы не будете понимать, то, конечно, будете говорить, боже, какой он конченый, я же хотел здесь, там, 4, а у меня none. Почему? Потому что ты баран, потому что ты не привел типы. Вот, то есть, как бы, нужно очень хорошо понимать, что происходит в языке, для того, чтобы на нем педалить. Нельзя, так, ух, сейчас сяду, напишу, а на самом деле, не знаешь языка, но так это не работает. У нас есть тысячи библиотек, это страшно, согласен. Это очень страшно, когда ты садишься, думаешь, что бы тебе сейчас заюзать, а у тебя вот такой вот список, и все делают плюс-минус одно и то же, такой, блин, что юзать? И даже звездочек у них на гитхабе одинаковое количество. Так, блин, и берешь первый попавшийся. Вот, это страшно, согласен, это ужасно, с этим нужно бороться. Но это хорошо. Почему? Я расскажу позже. Окей. Экмоскрипт 3 снова, вот, блин, это та штука, которая меня привела сюда. Я просто смотрел, что там было в спеке в Экмоскрипт 3. На самом деле, очень страшно все было. Вот, и, как бы, Экмоскрипт 3, это продукт своего времени, да, который нужен был в какой-то период времени, да, это, как бы, логическое развитие языка, которое пришло на смену, там, Экмоскрипт 2, там, каким-то бородатым вообще. Вот, и Экмоскрипт 3, ну, он хорошо справился со своей задачей, там, вплоть до середины двухтысячных, когда нужно было верстальщикам просто немного добавить магии, вот, он успешно с ним справлялся, да, там, какую-то картинку передвинуть по клику, еще что-нибудь, там, давай, ну, блуром не было тогда еще, окей. Какие-нибудь, короче, красивости добавить. Вот, он справился хорошо, вот, но что-то как-то ребята похерили это все дело, TC, я имею в виду 39, которые занимались, и они такие, ой, блин, что-то мы застряли, как бы, в Экмоскрипт 3 на 10 лет, получается, около того. То есть они хотели Экмоскрипт 4 лупануть, но им что-то не получилось, у них были какие-то политические нюански там, с Adobe не смогли совладать, которые хотели сделать не язык по стандарту, а стандарт по языку, по своему, по экшн-скрипту. Вот, с Экмоскрипт 4 у них ничего не получилось. Он был просто довольно инновативным, даже слишком, его просто не приняли. Вот, и мы застряли с Экмоскрипт 3, по сути, до какого-то там 2012 года, да, когда у нас окончательно Harmony был реализован во всех основных браузерах, когда у нас там Ustrict и все прочее, то есть когда у нас язык действительно продолжил развиваться, то есть стагнация вот эта вот длилась почти 10 лет. Ну и да, нельзя не вспомнить про интернет-эксплорер, который просто сломал тысячу судеб, то есть который просто не браузер, ну то есть да, он был крут, когда-то это был лучший браузер, но извините, не сейчас. Вот. Итак, давайте попробуем разобраться, что же мы можем сделать, да, чтобы наша жизнь стала чуть проще, чтобы нам жить стало проще, одно и то же, да, ну в общем. Да, что же мы можем сделать сейчас с нашим JS, с нашим фронт-эндом, и какой мы можем лептумы внести в то, чтобы сделать вещи немного попроще. Что же, давайте попробуем разобраться, что происходит в нашем вот видео. Ой, извините. Первое, что у нас было, это массив плюс массив, пустые кавычки. Если вы почитаете спецификацию JS, то там черным по-белому написано, вроде белый сайт, да, по-белому написано, что при приведении типов массив, то есть да, наш бинарный оператор суммирования, плюсик, да, он что делает, он складывает либо два числа, либо конкатинирует строки. Вот. Либо же, если он лунарный, то он приводит к числовому значению строку. Или буллин. Ну или что бы там ни было, да, что у нас может быть еще. Вот. В данном случае у нас массив, когда приводится к примитиву, он приводится к пустой строке. Пустая строка плюс пустая строка. Вы отгадаете, что будет? Правильно. Пустая строка. Дальше. Нет, не две пустые строки. Вот. Пустая строка плюс объект равно object object. Та же белиберда. Только здесь у нас объект приводится не к пустой строке, а приводится к вот такой вот строке object object. Где там лазер? Вот, да. Вот здесь интересная ситуация. Согласен и очень неочевидная. Здесь интерпретатор понимает вот эти вот скобочки не как объект, а как пустой блок кода. То есть все равно что, если бы мы здесь ничего не написали, не было бы на этих скобочек, у нас бы остался только плюсик и массив, пустой массив. Пустой массив в данном случае у нас приводится к элементарному типу. Это с пустая строка. Но вспомните, плюсик у нас, когда он унарный, а здесь он унарный, потому что это пустой блок кода, он унарный и он приводит строковое значение к числовому. А у пустая строка, с ним приводимое к числовому значению, получается нолик. Вот и вся магия. Боже, да что не так? Вот, пустой объект, плюс пустой объект нан, вообще не понимаю, как это получилось у автора. Я же говорю, я попробовал это, блин, во всех нодах, которые можно было поставить. То есть в старых версиях языка с юстриктом, без юстрикта. У меня такой результат не получился. Не знаю, если у вас получится, пожалуйста. На эксплорере? Ну может быть мне нет эксплорера, сорян, блин, надо будет поставить. Нет, ладно. Вот, дальше. Что он дальше нам показывает? Показывает нам дальше array 16, то есть, боже, во всех доках, во всех спехах написано, что конструктор array возвращает нам пустой массив. Пустой массив, ну вот вам пустой массив, который представляется как строка с 15, 16, 15, 15 запятыми. По-моему, довольно очевидно, если вы хоть раз считали доку по JS. Array, то же самое, функция, метод, вернее, join, что он делает с массивом? Он объединяет массив, элементы массива в строку с вот этим вот разделителем, словом what в данном случае, и у нас получается 15 раз what. what плюс 1, помним, что, да, если у нас знак плюс, то он интерпретируется в данном случае как знак конкатенации, и единица здесь приводится к строке. Вот, Jess, он довольно умный в плане приведения типов, ну, относительно, да. Вот, и здесь у нас получается 15 раз строка what и 1. Ну, да, он-то умный, но вычистить строки число он не может. Покажите мне, кто может. То есть, что, на самом деле, что еще можно было ожидать, когда вычитаешь из строки число? None, понятное дело. None, number, все нормально. Вот, много странных штук, но важно помнить, что Jess – это все-таки независимый язык, который, в нем много особенностей, возможно, больше, чем в других языках. Но, блин, попробуйте сесть и сходу напедалить что-то на go. Там много тоже своих особенностей. Блин, он другой, он реально отличается, у него много фишек. Я не знаю, если вы считаете, что как бы Jess странный, окей, но он такой, какой он есть, и, пожалуйста, учите его, а не просто ругайтесь. Вот. Как мы можем сделать использование Jess проще? Избавьтесь от jQuery. Вот, серьезно, прямо сейчас. Возьмите и избавьтесь от jQuery, потому что, да, я люблю jQuery в каком-то смысле. Я ее люблю и ненавижу, да, потому что jQuery крутая штука, как для, ну, может быть, 2010, 2011, 2007 года, да, там это было круто, потому что Jess был плохо, откровенно плохо, и его не хватало. В момент, когда было Кмоскрипт 3, мы очень много чего не могли делать, того, что позволял делать jQuery. По сути, он делал много грязи под капотом, но он эту грязь от вас как-то инкапсулировал, вы ее не видели, и вы такие, ну, вот хочу его, типа этот элемент из дома. И jQuery вам его давал просто одной строчкой. Вы писали доллар, скобочки, селектор, все у вас есть. Сейчас в JS есть все то, что проводил когда-то jQuery. Вам не нужен jQuery. Просто, пожалуйста, возьмите и удалите его со своего кодбейса, выпилийте с сайта, замените все на то, что как бы у вас есть из коробки в JS. Не нужно просто продолжать это насилие, маховик раскручивать дальше. Не надо. В общем, да, JS может все то, что раньше мог jQuery, но не мог JS. Но теперь JS молодец, а jQuery пора пока. Да, и такой вот пример, что вам нужно было, чтобы стать таким офигенным просто JS-разработчиком. Блин, тут версия, конечно, меня подводит, да? Но в 2007-м там какая была актуальная? Один с копейками, да, допустим? Даже, наверное, один. Ну, возможно, один, да. Вот. То есть что вам нужно было, это просто подключить jQuery. Вы такие, о, все, погнал педалить там, все сразу напишу. Сейчас немного не так. В 2017-м вот вы начинаете, такие, оп, сетапить CBN, и у вас тут просто тысячи, извините, всяких разных штук нужно, потому что вам нужна бабель, чтобы самые последние фичи JS-извать. Но, в принципе, если вы педалите под последние браузеры, то можно бабель все вычеркнуть. Вам нужно собрать все как-то, протестить, возможно, вам нужен какой-то либо какой-то фреймворк, и все это. Ну, то есть тулзовин очень много. И вам нужно все их хоть немного понимать, что это такое, если вы хотите педалить на JS. Сейчас нельзя просто выучить jQuery, все-таки, оп, я пошел, я классный программист, я могу написать все. Нет, сейчас это не работает. Нужно чуть-чуть разобраться с тем, как это все работает, и просто разобраться, да. То есть когда вы в PHP, я не знаю, у вас есть тоже какие-то фреймворки, которые нужно выучить перед тем, как начать, и сесть, и такой, ох, сейчас напишу все. Ну, то есть как бы так же и с JS. Да, тулзовин чуть больше, но сорян. Вот, а как нам бороться с наследием бэкэндщиков, которым пришел кастомер и сказал, давай, теперь ты будешь писать еще и фронтенд. На самом деле, никак просто нанять фронтендщика, умолять своего кастомера, чувак, нам очень нужен фронтендщик, потому что сейчас фронтенд сложный, сейчас нельзя просто сесть и написать все на jQuery. Вот, вам нужно просто, или же, если такой возможности нет, то, пожалуйста, выделите день, хотя бы прочитайте LearnJavaScript.ru, который вам расскажет о базовых особенностях JS. Все доступно, как бы, не нравится на русском читать, погуглите на английском, боже, и, то есть, просто разберитесь со своим инструментом, с которым собираетесь работать. Ну, то есть, JS это не айфон, который ты достал, и все, как завещал Джобс, да, там, достал из коробки и пользуешься. Нет, JS нужно чуть-чуть уделить время, нужно почитать инструкцию. То есть, ну, блин, вы программисты, вы получаете много денег. Камон, нужно что делать. Вот, маркап, наследие маркапщиков. Плюс-минус тоже и самое, но тут не получится сходу научить маркапщика быть программистом, потому что, ну, совсем другие задачи он выполняет. Вот, и вам нужно, скорее, тут уже все-таки на колени упал, упасть кастомеру и просить, боже, пожалуйста, пожалуйста, дай нам фронтенщика, потому что, ну, так просто сесть маркапщику и прочитать отличие JS от HTML, типа, ну, это как, чем отличается слон от воды, да, ну, как-то так. Вот. Плохой пример, извините. Вот, да, если невозможно упросить кастомера, если невозможно найти фронтенщика, значит, сами становитесь фронтенщиком. Это мой совет. Стоопицу библиотек – это неплохо. Это круто, потому что в конце все-таки выкристаллизуется несколько библиотек, которые станут общепринятыми. Потихоньку это все у нас не то, чтобы идет на спад, да, но во всяком случае мы каждый день получаем новый Cutting, Bleeding Edge, Framework, вы знаете, в Declarativity, Functionality и всеми плюшками. Ну, как бы сейчас уже наметилось, это вот как бы потихоньку у нас появляются такие мастодонты, да, React у нас остался, Angular, который был и есть и будет еще. Вот. Ну, и если вы хотите дальше продолжить свой experience в jQuery, то учите Vue. Вот. И я мертв. Все, до свидания, можем сказать. И как бы если, в общем, если у вас нет запроса от кастомера поддерживать ИЕ, то забудьте о нем вообще, все, нет его больше. Есть Edge, он много лучше, он прям на порядок лучше, чем то, что было до. Да, он вылетает прям на презентациях Microsoft, когда на презентации чуваки стоят и ставят Chrome там, да, причем это, конечно, фейл, фейл вообще. Но, тем не менее, он лучше. Во всяком случае, для нас, как для девов, там не так много, как это помягче сказать, плохих вещей, да, там нестыковок, неровностей меньше, то есть, как бы более-менее у него API нормальный, адекватный, там, без своих приколов. Вот. И мы можем спокойно педалить под него и, в принципе, сильно не заморачиваться. Итак, вы хотите стать фронт-энд-разработчиком? Надеюсь, нет. Вот несколько подсказок. Выучите синтаксис JavaScript. Вот, серьезно. Первое, что нужно сделать, это выучить синтаксис, потому что он другой, в принципе, в том плане, что другой, он не такой же, как в каком-то другом языке. Он реально отличается от много чего вы знаете, да, если вы там на PHP пишите много отличий. Вот, ну, это же логично, да, другой язык. Выучите основные все штуки, которые в нем есть. Выучите, как правильно строить архитектуру, да, там много подходов, но выберите один, который вам больше нравится и поймите, как его правильно делать в JS. Поймите, как правильно писать код, какой код-стайл принят. То есть в JS как такового нет, наверное, одного, но есть основные, есть от Google, есть от Airbnb, правила написания, именно как вы должны отступы делать, да, там запятые, где вы должны ставить точки, запятые ставить, не ставить. То есть как бы начните писать хотя бы по какому-то так вот стайлу, а не просто вот мне так захотелось, здесь я поставил точку, здесь не поставил. То есть это очень режет глаз, я думаю, вы это знаете. Посмотрите best practices, JS, очень популярный язык. Популярность он сейчас в двойке лидеров, да, он тягается в тройке, окей, с Java, с PHP, наверное, и вот JS, да, втроем они там все как-то перетягивают друг на друга одеяло, кто же круче. Вот, и кто популярнее, то есть best practices очень много, stack overflow, большая часть всех вопросов это именно JS. И то есть там очень много примеров и по старому JS, если у вас есть какой-то legacy код, и по-новому если еще собираетесь писать, куча статей, куча метапов проходит, куча вообще, на самом деле в чем прелесть, вы как PHP-сты тоже это знаете, что сорцы всегда вы можете найти, да, в JS так это вообще, то есть вы открываете браузер, да, там минифицированный код, но в принципе, в принципе можно посмотреть, что происходит под капотом всегда, вот, на том же гитхабе заходите, любую либу смотрите, более-менее популярную, и вы понимаете, как правильно писать код, какие там принципы, в общем-то, источников уйма, чтобы понять, как правильно писать JS код. Попробуйте несколько либ и фреймворков, не знаю, Vue, React, Angular, которые я себя называл, поймите, что вам больше нравится, потому что у всех у них разные принципы и разберитесь с той, которая вам больше всего понравилась, то есть вы на примере этой библиотеки или фреймворка вообще разберетесь с JS, поймете, как строится приложение в JS, и потом он перепрыгнет на другой будет не так сложно, потому что вы поймете JS, изучая фреймворк, но сначала первые три пункта, потом уже либы. Выберите свой любимый, как я уже сказал, и в общем копайте. И да, поздравляю, вы фронтенд-разработчик. То есть раньше как было, да? Раньше вот если вы спросили бы в интернете, году так, опять же, 2010, такие, ну я хочу стать фронтенд-разработчиком, тебе скажут, окей, учишь HTML, CSS, потом давай jQuery, типа без пункта JS, заметьте. JS вообще как язык не рассматривается, то есть это было чисто такое что-то, знаете, JS, не JS. У меня был даже друг, который говорил, чувак, ну типа скоро jQuery станет отдельным языком, я такой, come on, как, что? То есть, ну нет, он не стал, да, и как бы очень странное заявление было в силу того, что он был техлидом. JavaScript крутой, он rocks, отжигает, вот, да. И как бы он развивается сейчас очень активно, и я вам советую следить за ним, потому что все больше и больше решений на JavaScript у нас. Мы уже пишем backend на JavaScript, мы пишем мобильные приложения на JavaScript, мы пишем desktop приложения на JavaScript. Боже, мы, мы, что там, Arduino, по-моему, да, на ноде крутится? Или Raspberry, ну, короче, какая-то из этих плат крутится на ноде, вернее, нода на ней крутится, и вы можете спокойно педалить даже девайсы, железо можете программировать, блин, с JS, лёд. Так что не стоит, как бы, поезд уже отъезжает, давайте, запрыгивайте быстрее. Вот, ну, тире, JS. Вот, спасибо, спасибо. Так, спасибо Максиму за доклад, сейчас вопросы, вопросы, давайте. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос следующего характера. Если его начинать изучать, JS, да, есть такое понятие, как TypeScript, если я не ошибаюсь. И он немножко похож на, как это, нормальный язык, да, программирование. Может, начинать уже с него, или всё равно все стандарты идут туда. Окей, на самом деле, TypeScript, это есть умное слово, это супер чё-то там, супер какой-то чё-то JS, в общем. Супер, боже, забыл слово, серьёзно. На самом деле, TypeScript тот же JS. Любой JS, это валидный TypeScript. И всё-таки лучше JS, почему? Потому что в TypeScript, он как бы, у него есть, это, знаете, как ходунки для ребёнка. То есть вы залезли в ходунки, и типа, ну, нос вы себе не сломаете, потому что поехали, поехали, всё нормально, не упадёте. А в JS нужно упасть пару раз, набить себе огромные шишки, возможно, пару зубов выбить, шрамы, все дела. И тогда вам вообще ничего не страшно. Хоть TypeScript, хоть вы Flow прикрутите, хоть вы будете нейлами, педалить, вы будете знать особенности JavaScript. И как бы, всё-таки, отвечая на ваш вопрос, начинайте с JavaScript. TypeScript круто, мне он самому нравится очень сильно. Типизация, все эти дела. Но всё же, если вы не знаете JS, это вам будет сложно в TypeScript. Второй вопрос можно быстренько? По фреймворкам, Vue, React и Angular. Angular больше на TypeScript пишется, правильно? Можете React писать на TypeScript легко. А какой бы вы посоветовали для начинающего разработчика? Ну, для начинающего разработчика я посоветовал бы выучить JS, на самом деле. После него. После него, ну, это на ваше усмотрение. Просто смотрите, раньше было как? Раньше, если ты хочешь найти себе работу, учи Angular. Если ты хочешь найти себе интересную работу, учи React. Никого не хочу обидеть. Но мне так говорили, да? Вот. И как бы, ну, не знаю. Тут на ваше усмотрение. Angular, он сложнее в том плане, что больше возможностей из коробки именно. Там он делает всё за вас. Он сетевые запросы за вас делает. Всё, 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 всё. React — это простая библиотека, которая даёт вам возможность работать с домом, не больше. Чтобы заработал React полноценно, нужно накрутить ещё кучу библиотек. Какой-нибудь редакт, какую-нибудь штуку для работы с сетью, для каких-нибудь анимаций и всего остального. То есть, ну, нельзя так просто ответить. Посмотрите и то, и то, и то. И в конце вы выберите, что вам больше понравится, что вам больше по душе. Ну, только так. Спасибо. Добрый вечер. В самом начале было сказано, что это чисто холиварный доклад, поэтому я решил немножко подкинуть, как говорится, плохого кода на вентилятор. Так вот, было сказано, что мы ненавидим то, что мы не понимаем. Да. А Битрикс, он тоже осумен, или это я что-то не понимаю? Битрикс? Я не знаю, честно. Я думаю, да. Думаю, он очень плохой. Очень-очень. Окей. Битрикс обычно одной патч. Так, ещё вопросы? Сейчас, секундочку. Что насчёт IDE для JS вы посоветите? Ой, ну знаете, я ненавижу IDE. Да простят меня все пхписты, веб-шторм плохой. Ну, серьёзно, потому что, ну не знаю, он слишком тяжёлый, и там слишком много избыточного функционала. Я пару раз пытался на него подсеть, знаете как. То есть я сторонник всё-таки просто текстовых редакторов. Я сам использую Visual Studio Code, и мне его хватает, ну вот так вот. Я не знаю, для каких целей можно использовать веб-шторм или какую-нибудь другую IDE. Ну, если говорить об IDE для JS, то это веб-шторм. Но я не люблю веб-шторм. Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Тут не о чем говорить на самом деле, потому что он один самый адекватный и самый популярный. Можно накрутить на Atom, что там есть у них, я не помню, как он называется. Какой-то от Facebook, в общем, набор плагинов для Atom, который делает из него IDE полноценный. Ну, не знаю. Ещё вопрос? Саблайн? Саблайн хорошо, но дорого. Вот вопрос. Раз-раз. Добрый вечер, спасибо за доклад. Я, пока ты доклад рассказывал, попробовал объект плюс объект в консоли Internet Explorer 11. Да, действительно, none. Ну, и я мёртвый, как я написал. Нет, и я ещё не мёртвый. По статистике, всё-таки на больших legacy-приложениях ещё 54-56% E используется. Да, я слышал об этом. И ещё маленький комментарий к товарищу, который спрашивал, стоит ли учить TypeScript. JavaScript, стоит учить обязательно JavaScript, потому что рано или поздно тебе придётся дебажить свой код. И дебажить придётся на JavaScript. Увы. Да. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Я не фронтенщик, но есть задача стандартизировать разработку на JavaScript. То бишь, единые какие-то стандарты, написание кода, точки запятой и так далее. Вот это всё. То есть глазками за этим никто следить не будет. Нужно какое-то автоматическое решение, возможно, какой-то помощник. Можете что-то подсказать по этому? Во-первых, накрутить ESLint, который будет за этим всем следить на момент разработки. Во-вторых, мы делали как? Мы прикручивали при commit hook'е, который перед коммитом, перед тем, как разработчик делает коммит, запускается скрипт, который прогоняет весь ваш код, который поменялся, может весь код ваш прогнать. И посмотрите, если там ошибки стилистические. И если они есть, то просто не произойдёт коммит. Да, это можно обойти, ну как бы просто удалить этот commit hook, но как бы прям, ну иначе надо просто с палкой стоять над чуваком, который коммитит не говнёкой. Ну а так, да, при commit hook'е, на самом деле много решений на джаваскрипте, которые даже можете писать не при commit hook'е, а писать JS файлики, скрипты обычные, которые потом соберутся как на баш, в баш, по-моему, там что-то перекомпилируются, и положатся сами в папочку .git hooks, прикоммит, и будет вам счастье. То есть это на стороне разработчика, да? Ну это на стороне команды разработки. То есть вы это кладёте в ваш .git папку, и она потом шарится. То есть каждому человеку вручать эту там папочку, да? Нет, не вручать, она будет у вас в репозе. На самом деле она даже будет не так. У вас будут, если вы будете JS решение какое-то использовать, то это у вас будет JS файлик, который будет лежать просто у вас в репозе, даже не в папочке .git, а просто в репозе у вас будут скрипты, которые будут на момент сборки вашего приложения каждый раз пересобираться в папочку .git, будут класть вот эти штуки все нужные. Вот, насколько я помню. Хорошо, спасибо большое. Вы на что-то? У меня не питание, у меня скорейше дополнение. Еще я не с початку твоей доповедей, тому, может, повторюсь. Ты приводил много примеров, как работает JavaScript у себя. Так вот, про это все можно прочитать. Есть такая чудовая книжка, называется «Speaking JavaScript». И там все эти примеры описаны. И главный плюс у него, там описано, чему саме так это работает. Поэтому, если вы хотите выучить JavaScript, то раджу начать с этой книжки. Называется «Speaking JavaScript». Автора я нажаль не пометаю, ну, за гугл это. Спасибо, но, к сожалению, обычно мы очень ленивые программисты, и нам нужно сразу писать код. Никто не хочет ничего читать. Никогда. Вообще. Проще просто подключить jQuery и начать, ну, как это, делать грязь. Такой вопрос. Ты сравнил Vue с jQuery, то есть… О-о-о. Да, можешь? Я этого ожидал. Да. Поехали. Из интереса, так сказать, объяснить, почему ты сделал такое сравнение. Ну, потому что холиварный доклад. И потому что… Ну, это мое субъективное мнение. Я же говорю, что мой доклад, он философский и чистый субъективизм, потому что я пробовал Vue, и мне он не понравился. Он мне напомнил даже больше не jQuery, а какой-то backbone. Был такой когда-то фреймворк. И это была какая-то грязь вообще. Просто какие-то скрипты в перемешку со всем вот этим вот. Какие-то объекты. Что вообще? Блин, у вас есть декларативность в том же Angular нормальная, не такая, как во Vue. Она человеческая какая-то, знаете. Ну, я не знаю, это чисто мое субъективное мнение. Просто он показался мне недостаточно какой-то сырой. То есть у него очень просто в нем делать нехороший код, писать. То есть другие фреймворки, либо они вас как-то более ограничивают от этого плохого кода. И как бы, ну, не знаю, как-то так. Просто он мне показался недостаточно хорошим для больших каких-то решений, для каких-то больших приложений. Мне кажется, вот Vue он нифига не масштабируется. Если нужно написать какую-то большую аппликуху, то Vue это точно не ваш выбор. Это что-то как бы какой-то компонент, какой-то биджет может быть сделать, но не полноценный фронтенд им строить. Спасибо за доклад. У меня вопрос насчет библиотек. Ты перечислил большое их количество. И вот как бороться с зависимостями? Если есть уже какая-то библиотека, там реализован какой-то функционал. И вот мы ставим тот же Bootstrap, например, и он ставит в зависимости jQuery. И он его использует как для анимации, например, для тех же. Если мы будем использовать Bootstrap с Angular вместе, у нас билд будет весить 7 мегабайт просто. Это очень многое. Как-то это можно оптимизировать. Ну, 3Shaking, Webpack, там все дела, как бы оптимизировать, чанковать как-то. Ну, я не знаю. То есть, да, это большая проблема, потому что у нас бандлы растут в размерах, и порой они очень большие. Ну, как бы минификация, 3Shaking, опять же, который я уже озвучивал. Последний Webpack ставим. Он выбивает все дублирующие зависимости. Ну, то есть как-то так. Но сильно вы не уменьшите размер вашего бандла. Тут есть куча отдельных докладов, которые говорят, как вам сэкономить 20 килобайт вашего билда. Ну, как бы я сильно в этом что-то не посоветую, потому что какого-то одного ответа на этот вопрос нет. Зависит от вашего аппликейшн. Если вы можете разбить, опять же, на чанки вашу аппликуху и подгружать по надобности только, сейчас есть такие решения, какие-то кусочки, то делайте так. Если, опять же, позволяет архитектура. Если нет, то, ну, блин, камон, спиннеры, погнали. Короче, 7 мегабайт грузим. Спасибо. Добрый вечер. Мой вопрос, на самом деле, тоже изначально касался Bootstrap. Ну, мне, к сожалению, позже дошла очередь. Так вот, я хотела спросить, как вы относитесь к подобным CSS-фреймворкам, вроде Bootstrap, Materializer, раз они используют ту самую jQuery, которую лучше выкинуть. Я же не против. Лучше выкинуть и сам CSS-фреймворкам? Я хорошо отношусь к CSS-фреймворкам. Я не говорю, что вообще, типа, я сказал, удалите jQuery. Но что я имел в виду? Я имел в виду, что сами не зайти руками, не пишите этот грязный код. То есть он есть, да, где-то глубоко в каких-то библиотеках, но вы его трогать не будете. Вы не будете плодить вот это jQuery. Уже есть все. Это, знаете, как криптовалюта. Намайнили какое-то количество. Все, вот больше нельзя, потому что дальше коллапс веба всего. Потому что как бы все сломается у вас нафиг, блин. Если все просто, как бы, знаете, или еще пример, это как с экологией. То есть, да, там все же ездят на машинах и типа загрязняют экологию. Экологию я тоже буду. А вы не делайте так. Вы не загрязняйте дальше экологию. Вот, пересаживайтесь на электрокары. То есть не зайти jQuery. Очень плохая аналогия, но я думаю, вы поняли. Спасибо. Не слышно. Добрый вечер, Максим. Здравствуйте. У меня вопрос не по фронтенду и вообще не по вебу. Я... Но по JavaScript, тем не менее. Да-да. Я программирую железо, там, игроконтроллер, эмбеддет и всякое такое. Вот. И там ассемблер, сиси, плюс-плюс, ну, такие вещи. Вот. И, в общем-то, JavaScript туда дотягиваются потихоньку. Вот вы там в докладе в своем упомянули, где-то ухо я слышал, что это сейчас везде, везде применяется. Ну, поскольку вы работаете в большой компании, может быть, вы слышали о таких примерах применения? Если можно, скажите. Примерах применения? У нас в одном из офисов есть метеостанция. По-моему, она на Ардуинке. Вот. И мы, как бы, меряем температуру в офисе. Вот. Ну, это такой pet project совсем, то есть у нас, как бы, в рамках нашей компании. Ну, это такой пример, да? Ну, понятно. Каких-то продуктовых примеров, честно, я не знаю. Понятно. Ну, там, по крайней мере, там используется как-то JavaScript, нет? Конечно, на ноде все. Надо. На JS. Понятно. Можно. Спасибо. По очереди. По очереди, по очереди. Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос про инструменты тестирования JS. В принципе, все, что я знаю, это в Selenium запустить его или просто в браузере запустить. Что вы можете подсказать, как более опытный? Окей, окей. Вы имеете в виду end-to-end тестирование или юнит-тестирование? Юнит-тестирование. Ну, тестирование клиентской части. У нас, опять же, полностью тестирование приложения, его работоспособности или юнит-тестирование, когда вы тестируете отдельные блоки. Мне интересно юнит-тестирование отдельных блоков, но вот как это делать, на JS я не представляю. Ну, как в любом другом языке, у нас есть библиотеки для этого, есть чай. Я лично сам юзаю Jest. Это разработка Facebook. Так как я сам работаю с React-стеком, то для меня Jest это прям очень круто, очень понятный синтаксис, очень наглядно все, довольно быстро. Это, ну, как бы, на самом деле, тулзовен много, как для всего остального в JS. Для каждого кейса есть миллион решений, да, от любой компании. Есть там супермодная Ава еще какая-то. Тоже ее немного использовал, тоже прикольно. Но в чем преимущество Jest? То, что это все из коробки, вы достали его, поставили, все у вас работает. Остальные штуки все нужно конфигурировать. Тот же чай, его нужно, там еще Мока, там еще нужны еще какие-то штуки, куча-куча всего нужно собрать, компонентов, сказать, где у тебя вообще, так как мы не можем это делать в браузере, мы вообще там можем, но быстрее делать это все-таки в терминале и в памяти, да. Вот, поэтому мы делаем виртуальный браузер, запускаем, тот же какой-нибудь фантом в памяти запускаем. Вот. И как бы вот это все, это все нужно наконфигурить. У Jest это все под капотом, вы просто скачали его, минимальная конфигурация, там буквально в 10 строк, все, готово. Ну, как бы… Спасибо за рекомендацию, попробую обязательно. И второй вопрос, а где вообще брать JS фронтендеров? То есть приходят либо верстальщики, которые знают jQuery, либо пока они разберутся в ангуляре, реакте и прочих современных инструментах, они уже становятся фуллстак разработчиком и пилят на ноде, то есть вытесняют нас, в экенчиков. Я понял. Ну, на самом деле, нода, я думаю, никогда не станет полноценным заменителем PHP того же, потому что это разные вообще весовые категории и разные задачи. Вот. Сегодня будет доклад про асинхронный PHP, как бы послушайте тоже. Вот. Но, как бы, на самом деле, сейчас у нас в компании есть юные, именно которые с нуля, вот, да, пришли джейсеры, вот они прям джейсеры. Я сам лично пришел из PHP. Вот. Я был когда-то, ну, совсем на примитивном уровне, конечно, работал с PHP, вот, но начинал именно с PHP, потом как-то вот случилось так, что оказался в джейсе, да. Вот. И, ну, на самом деле, это просто выглядит, что много-много каких-то решений, непонятных слов, куча библиотек, куча фреймворков. Ну, то есть, я не знаю, но когда вы работаете с языком, вы же там не распыляетесь, вы не учите все сразу фреймворки, которые есть в этом языке. То есть, обычно это либо по надобности, почему ты так сделал? Либо по надобности, либо же, как бы, просто вот вам не приходится работать с многими фреймворками. Вы выбираете один продукт, выбираете один фреймворк, как бы, да, вы должны знать, что происходит в других, но конкретный у вас должен быть вот ваша сфера деятельности, ваш основной фреймворк, ваша основная библиотека, с которой вы работаете. Вот. Поэтому разобраться, на самом деле, не так сложно. Поначалу вы юзаете какие-то CLI-толзовины по типу Angular CLI, ну, даже не поначалу, да, там и в продакшене спокойно, почему бы и нет. Но, вот, поначалу вы взаете готовые, так скажем, пресеты, готовые конфигурации, которые избавляют вас от конфигурирования Бабеля, веб-пак от того же, TypeScript какого-нибудь подключения. То есть, используйте готовое решение, в нем педалите, потом по мере надобности вы просто разбираться начинаете с тем, что там происходит под капотом. Вот. То есть, вы не учите все и сразу, вы учите постепенно, как в любом другом языке. Начать никогда не поздно, если вы об этом, да, то есть, добро пожаловать во фронт-энд, если что. Вот. Но на самом деле, как бы, это выглядит ужасно, но вам не нужно со старта узнать весь Бабель и все остальное. Пусть оно как-то крутится, а вы потом разбираетесь. Это не очень хороший путь, но им тоже можно пойти, как бы, и это избавит от каких-то сложностей в начале. Вот. Как-то так. Раз-раз. Танк или Сага, Аксиос или Фетч? Боже. Ну, Санк это, как по мне, это более простой инструмент, и я люблю более простые инструменты. Сага все-таки она дает. С ней, честно, вот в продакшене я не работал, смотрел на нее, конечно, но, насколько я знаю, она там прям делает вообще все. Просто вот все, что связано с синхронностью в реакте, она все это хендит как-то там. Вот. Я все-таки привержен с того, что все ручками, потому что потом дебажить проще, в общем, разобраться с этим потом проще и выпилить потом это проще, как бы, да. Санк выпилили, ну, что там, просто нужно будет немного под... Шаманить секшенами, да. Сделать их вручную, как бы там немного подкрутить. Вот. Но если Сагу юзать, то мне кажется, ее потом просто сложнее будет от нее избавиться в случае чего. И быстрый вопрос. А как вы сейчас с Redux пишите? Connect там через декораторы или через хендлеры какие-то? Я пишу по старинке. По старинке, да? Connect и две скобочки. Четыре скобочки. Все. Спасибо. Axios. Axios. Кто у нас еще? Да. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Есть библиотека RxJS. RxJS. Отношение к этой библиотеке. И вообще, ну, Angular использует его в ядре. Другие движки, как бы, не используют. Есть смысл тащить вообще чистый JS? Либо там в React, во Vue. Еще раз, как называется библиотека? RxJS. А, RxJS. Боже, сразу не понял. На самом деле, ну, насколько я понимаю, это для реактивного программирования. Все эти абзерверы и все остальное. Так как я из React мира, то у нас там все проще. У нас там Redux этим всем занимается. Да, немного по-другому, но React на то, что он реактивный из коробки. Почти. Реактивный, да? Ну, как бы, в React же нет реактивности, как бы, по сути. Подождите. Стоп, 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 стоп. А почему это React называется? Ну, смотрите. React называется не от того, что он реактивный. Смотрите, да, понятно, что там все-таки ваши изменения не влекут изменения в Vue сразу же. Да, понятно, это там отложенные изменения стейта и все остальное. Но по своей, как бы, по типу того, как он работает, он реактивный. То есть он реагирует на ваши изменения. То есть это основной принцип реактивности, да? Но RxJS, ну, мне кажется, это довольно большое решение и сложное в React, оно избыточно. Лично мое мнение, опять же. Вот. В Angular, ну, он отлично там вписался. Я сам его там использовал. Довольно удобно, довольно прикольно. Почему бы и нет? В обычный JS тащить, ну, зависит от ваших потребностей. Если у вас там что-то, например, да, для чего я взял RxJS, обзорваблы, и для работы с сетчей, ну, в принципе, довольно удобно. Если у вас есть потребность, как бы, как-то, ну, то есть, в реактивности, то, пожалуйста. Если вы не любите реактивность, или вам она не нужна, то не нужно, как бы. И, конечно, имеет смысл, если вам это нужно. Вот из ваших нужно исходить, а не так, что да, используйте, нет, не используйте, я так не могу сказать. Еще маленький вопрос. По поводу Redux, когда есть смысл его вообще использовать? И нужно ли его использовать вообще? Имеет смысл его использовать, когда вам недостаточно хранения вашего состояния в разных местах, когда у вас есть, да, каждый компонент хранит тупо свою информацию, и нет единственного источника правды. Да, вы можете сделать какой-то верхний компонент, который будет в своем стейте хранить состояние своих детей и проводить им его, но это решение, опять же, не масштабируемое. Рано или поздно вы упрятитесь в то, что у вас будет слишком большой стейт, и вам будет слишком сложно с ним справляться. Вот. Когда у вас приложение растет, тогда и нужно прикручивать редакцию. Ну, вы почувствуете этот момент, когда будет... Как еще того, что редакция, он медленный вообще? Почему он медленный? Не знаю. Мы когда использовали, ну, в продакшне, да, нам его хватало, то есть, ну, зависит от того еще, как работать с редакцией, потому что, как бы, есть куча решений, которые ускоряют его работу. Те же селекторы, когда вы используете в сторе, когда у вас не пересчитывается состояние стора, после того, как вы что поменяли, если вы поменяли, на то же значение, которое было до этого, да, то есть как-то так. Нужно оптимизировать, как и любую другую библиотеку, и как и любую другую библиотеку, можно наговнякать в редаксе, сделать ее низкопроизводительной, и как бы сломать все, что было задумано, нужно просто, опять же, с ним нужно хорошо разобраться, он по своей сути очень простой, но в силу того, что очень простой, его легко сломать, да, то есть как бы его легко привести в нерабочее состояние или очень заставить ее медленно работать, поэтому, ну, тут как бы… Я понял. И последнее. Redux или MobX? Я работал только с Redux, вот, и, как бы, ну, не знаю, просто Redux, он простой, как пять копеек, вот, и его можно написать самому просто вот за вечер, сесть и написать Redux. Как там MobX внутри устроен? Я в него не лазил, честно, я не могу ничего сказать, но я знаю, что Redux простой, он проверенный, он поддерживаемый, для него уйма решений, уйма библиотек, уйма middleware всяких, которые можно к нему прикрутить и работать спокойно, плюс он вас, ну, не подойдет, потому что его поддерживает Facebook. Вот, на этом, да, вот мой ответ. Так, давайте последний вопрос к Максиму, и проявлялся. Спасибо за доклад. Смотрите, немного предыстории. Есть огромный старый проект, там, с 2007 года, под капотом, что на бэке, что на фронтенде, там, Месс из jQuery и, как бы, вообще никаких фреймворков больше не применяется. Как бы он справляется со своими поставленными задачами очень хорошо, там, клиент доволен, может быть, конечно, не так хорошо, как хотелось бы, вот, и, ну, клиент не особо хочет, там, скажем, внедрять какие-то новые технологии. Отсюда вопрос, как бы, у вас был опыт перевода большого проекта, там, с нуля, там, убрать все jQuery вообще, там, запилить туда React или Angular, и если да, то как получилось уломать заказчика на такое? Это вопрос на миллион, знаете, как уломать заказчика выпили jQuery. Ну, на самом деле, просто, как бы, это решение, скорее всего, оно придет, само собой, когда просто будет запрос на новую фичу, а вот реализовать ее на jQuery вас займет, там, месяц, да, а на React на каком-то за день, за неделю, там, я не знаю, ну, много меньше, да, вот, и тогда уже тот самый момент, когда стоит намекнуть заказчику, парень, тут, как бы, немного у нас проблемы, и нам быстрее будет переписать все с нуля на React, чем вот запилить эту одну фичу на jQuery. Вот, ну, то есть это, блин, это такой абстрактный вопрос, что, я не знаю, ну, если отвечать, как бы, более конкретно, то, если переводить, то, наверное, по кусочку, если вы не хотите, если, смотрите, если Angular, то там навряд ли получится, потому что это все-таки фреймворк, и часть приложения держать на Angular, часть так, как-то это все сконнеклить будет очень сложно, но если вы будете какую-нибудь библиотеку издать по типу Vue или React, то это реализуемо, вы можете просто покомпонентно переводить ваш сайт, ваш проект на React, и это будет, ну, не так больно, что ли, то есть у вас будет параллельно два кодбейза, ну, или в одном кодбейзе все будет валяться, то есть у вас будет просто несколько компонентов на React, и просто потихоньку переписывать, то есть с React нам это вполне реализуемо, вполне возможно, почему нет. Так, спасибо, Максим, за доклад, я тебя еще не отпускаю, да, ребят, заметьте, у нас фронтенчик второй доклад на SyncPHP делает и забирает второго слона, между прочим, вот, ну, это как ему напоминание о его начале программерской деятельности, да, вот, Макс, я второй. Спасибо, спасибо большое. Ну, у меня к Максу последний вопрос, какой вопрос для тебя самый лучший? Вопрос? Да. Там был парень про поводу Vue, он так хотел холивар развести, просто мне так понравилось. Парень с Vue вопросом, подойди, пожалуйста, иди сюда. Мы тебе такой небольшой комплиментик от нашей компании, поздравляю. Я чуть-чуть расскажу, что у нас там в пакетике, чтобы вы там не бегали, к нему не заглядывали. С данной конференции мы начинаем вот такие вот интересные презентик, паровозик, да, то есть для тех, кто активен на наших конференциях, у нас же их много, мы проводим не только SyncPHP, у нас также есть Sync.NET, Isync, Java, что еще забыл, WordPress, метапы, так, вот это вот было зря. Не, по JS у нас нету, да? Не, ну, собственно говоря, вы когда спрашиваете о том, где брать фронтендеров, я уже сказал, где он работает, да? Что еще? Ну, он вообще пришел сюда на конференцию бэкэндщиков и говорит тут нам про фронтенд, может, сманил он кого-нибудь в секту свою или нет? Да что, блин, подыграйте. Ну, вот, собственно говоря, он ищет, наверное, фронтендщиков себе. Хорошо, спасибо большое, Максим, за доклад. Ребята, сейчас мы прерываемся на кофе-брейк, у вас минут 10-15. на кофе-брейк,